здравствуйте добро пожаловать на мой канал угадайте где я я нахожусь в аэропорту это маленький аэропорт который называется стюарт интернешнл аэропорт это находится это 8 километров от моего дома маленький аэропорт но очень удобно для меня я недавно очень устала уже было много чего негативного после вот этого нападения летучего мыши случалось много чего который на мои нервы начали действовать очень остро и я почувствую что наверное я очень устала потому что уже четвертый пятый месяц я без выходных работаю хотя спокойно туда-сюда но это не то конечно и я мои нервы очень сильно напряглись я решила пойду летать калифорнию я взяла отпуск на свой счет девять дней сегодня 14 я уже вечером где-то 5 вечером и буду там в калифорнии где-то двум часам но сначала я вот это из этого маленького аэропорта прямо в калифорнию невозможно летать я сейчас маленьким аэропортом маленького аэропорта маленьким самолет улечу детройт где-то полтора часа 45 по моему оттуда уже не поменяю самолет еще пять часов по моему десять минут як и буду в санжелесе но мы только что мы пошли в самолет из погода не так уж благоприятной и они ели и вот уже иначе хотелось оторваться ради знаете остановилась и нас привезли обратно потому что погода изменилась не будем ждать и интересно то что вот мы вышли из самолета могли бы оставаться там конечно но вышли из самолета и сразу к нам принесли снакс там воду как разные напитки снакс на печеньки печеньки там сники это потому что чтоб не дай бог с голоду не вернулись когда будем ждать нашим полета так что я пока еще здесь сказали что будет час опоздания ну ничего ну вот я здесь яма а когда вот путешествие я люблю черном даже у меня вот такая черная из хлопка хлопка да вот такой шарфчик есть потому что аэропорту ху прохладненько немножко и в самолете тоже чтобы укрываться и укрыть мою горло не почему я замерзаю от горла у меня горло вот шея замерзает я уже замерзаю поэтому я укрываться буду вот так так что будем ждать будем ждать и ждать так что после вот этого случае с летучей мыши я уже задала вопрос что это значит боже мой что это значит откуда почему такая негативная ниги она атакала меня тут что-то не то а потом нас случилось что второе неприятность я наконец решила свою машину отвезти на мойку чтобы они делали детей лагитин то детально чтобы сделали детей лаем детально внутри почистили потому что я когда мы купили эту машину я неоднократно сказала не прямо срок хозяев хозяев купили и вот в этом делу шип они даже не успели почистить у нас не было времени чтобы отвезти и почистить и так как предыдущие хозяева имели много детей там собачка была так что машина была не не так учитывая но все я отвезла отвезла дело в том что я не могла ждать если я могла ждать другое дело но там несколько часов оставляясь мы оставляешь машину а потом заберет забираешь моем случае это невозможно было но я договорилась там с менеджером ну я же живу от этого мощного станции да где-то два с половиной километра далеко я решила я договорилась с менеджером я сказала я дам 10 долларов это достаточно что кто-то мне отвез домой а когда они привезут мои машины я отвезу эту человека обратно и дам ему тоже еще 10 10 долларов а сама этот вся процедура стоила где-то 100 108 долларов то есть это включала и мойка снаружи и внутри детальный даже вот этот потолок да и окна который открывается люк все 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 должно было детально сделано но они привезли мне я заплатила сколько надо а потом открываю багажник где но они поверхностно это все делали конечно надо следить сзади открываю где вот колеса стоит колеса до открываю а там и семечки и мусор все там боже мой смотрю потолок там фингер принц этот отпечаток пальцев все есть они даже это не чистили ну хорошо как-то договорилась бабуле я говорю я приду сейчас скоро и отвезла обратно но этот парень которому я уже заплатила 20 долларов он сразу потому что когда он прибьется обратно я посмотрю говорю почему вы рух не сделали а он говорит знаете что это был конец дня завтра привезите не сделаем хорошо когда он меня увидел он сразу ко мне побежал говорит не беспокойтесь я сейчас все сделаю почему до этого не сделал и вот они почистили но знаете вот этот мелочный я нервничаю потому что я это не имею возможности когда надо выходить из дома делать определенные вещи которые мне надо делать я не могу это поэтому на мои нервы действовали но стала бог машина очень чистая сейчас аккуратненько уютненько пахнет замечательно не нравится второе что случилось опять мешок вот одна из родственниц моей бабули которая вот так скажем они так любят да и и она пришла и говорит давай я ее на этот раз я ее заберу врачу а ты отдыхай делай что хочешь а я что отдыхать я сказала так если так так я пойду педикюр делать потому что вот столько времени я здесь не надо педикюр делать самой я не могу и запирать я не могу наклоняться и сделали сам на себе и пойду сделаю педикюр сразу я пошла пошла педикюр делать но она еще и пришла сразу обратно домой я позвонила что я уже дома где-то час а вы знаете что когда меня получила свою зарплату это печек она еще письмо мне написала что вы знаете вот три часа я была с ней я не буду платить тебе за эти три часа дело не в том что за три часа она будет платить сумма это не так уж значит но это нагло с ее стороны я удивилась говорю это же твой выбор был отвезти его врачу я была дома я могла тоже это делать эти не меньше взять мои деньги она мне говорит и что али про иди и что ненормально если ты не будешь следить с моей тетей так я должна тебе платить за это лишь вы окей я не спорила с ней потому что лучше с ней не надо связаться я позвонила своему боссу с объяснила текстом отправила вот тот текст которая мне она сделана вот вечером уже все было налажено следующим раном утром его брат пришел заплатил мои деньги и он извинился еще сказала что это не сестра такая много говори знаете что я не хочу иметь врагов я и написал если тебя есть трудности деньгами скажи я тебе помогу но так не поступают узнать это мелочь то вроде бы но на мои нервы так это действует так я напрягаюсь хотя внешне я не показываю внутри очень сильное напряжение и я вот после этого еще случилось кое-что просто еще еще кое-что случилось но я не готова об этом говорить когда я соберусь мыслями я поговорю об этом но и единственное почувствую что мне надо отдохнуть я очень сильно говорю очень сильно уставшая наверное все идем обратно нас зовут сайра самолет увидимся вот маленькая же маленький аэропорт маленький самолет пасмурная очень изменчивая погода вот сейчас было опоздали сейчас посмотрим да 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 такое приятное ощущение знаете вот свобода еще свобода это чувствуешь что рядом никого нету о ком ты должна в данный момент заботиться ты расставляешься здесь какая прелесть сейчас поднимемся вот 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 набираем 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 давай 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 о боже так хорошо не представляется какая пизда вот видите какое небо видите какое небо пасмурно все оторвались оторвались вперед какая прелесть смотрите вау ах как мне это нужно было не представляете какая прелесть не так повезло я выйду от нас вижу вот вот смотрите какая прелесть вот это я нахожусь в горах я же говорю это называют Катхиллские горы вот вы не видите сейчас гор конечно здесь это все поляна такая но это не стиль от Манхэттен находится где-то 100 мил 150 км выше да смотрите какая прелесть ну это смотрите какое небо красивое о боже смотрите сюда ну какая прелесть ну добрый путь будем летать где-то полтора часа потом Детройт там поменяем самолет я думаю надеюсь что вообще-то суети не должны были там останавливаться 45 минут но опоздание здесь если было наверное сразу самолет посадит я так хочу о боже о боже о боже конечно прекрасно прекрасно ну добрый путь увидимся и постараюсь снять видео чаще выплачивать окей оставайтесь со мной bye bye как бы это вот